Это Борис Васильевич, Жукова, дом 13. У меня такой вопрос. У нас есть доска почета около вашей администрации. Она как позорная доска получается. Никто не может пройти мимо, особенно когда приезжает в ЗАГС и приезжает, и на что смотрит там. Спасибо, разберитесь, пожалуйста. Один телефонный звонок, продлившийся считанные минуты, и центр Одинцова начал преображаться. Правда, на полное преображение доски почета требуются не минуты, даже не часы. Проработка внешнего вида конструкции и выбор тех, кем по-настоящему может гордиться Одинцовский район, занимает гораздо больше времени. За кандидатуры достойных голосовали районные депутаты. На обновленной доске почета появятся фотографии 15 человек. Среди них Наталья Горчакова. Для учителя истории из 1-й Голицынской школы, педагога дополнительного образования Центра эстетического воспитания, минувший год выдался богатым на события. Наталья Сергеевна представляла Одинцовский район на областном педагогическом конкурсе «Сердце отдаю детям». Из Реутова, где проходил финал, она вернулась абсолютным победителем. Профессиональный секрет прост. Наталья Сергеевна любит свою работу, сама интересуется историей родного края и поэтому умеет заинтересовать ею других. Наверное, нужно первоначально заинтересоваться самой. И когда мы заинтересованы сами, то мы подбираем определенные методы, которые интересны детям. Методы самые различные. Это и игра, это и формы беседы. То есть то, что не ставит детей в определенные рамки, как в школе. Они более свободны здесь, но должны, конечно же, под руководством учителя какие-то совершать определенные действия, стремиться к этому, ставить цели и достигать их самое главное. Урок географии, математики или, например, русского языка в школе обязательно для посещения. А внеурочная деятельность, которой и занимается Наталья Сергеевна, дело добровольное, поэтому посещаемость кружков напрямую зависит от способности педагога. В 2015 году в школьном музее, которым заведует Горчакова, благодаря совместным стараниям учеников и учителя, появилась экспозиция Голицына в годы Великой Отечественной войны. А значит, с самой главной задачей педагог справилась. А некоторые ученики Натальи Сергеевны настолько увлеклись ее предметом, что сами стали лауреатами конкурсов «Славянский мир. 20 лет Конституции Российской Федерации» и «Права человека глазами ребенка». И это только начало большого профессионального пути молодого педагога, на котором наверняка будет еще много побед. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.